101 пиар Имеют успешный опыт по разработке и реализации пиар-стратегий Управлению, репутацией, планированию и реализации пиар-компаний в России и за рубежом Сегодня мы обсудим интересную тему связи с общественностью или пиар, кому как больше нравится Юлия, готова сегодня рассказать нам все? Да, я думаю, что я поделюсь интересными кейсами И постараюсь, чтобы нашим с вами слушателям было интересно Замечательно Сейчас непростое время для малого и среднего бизнеса Многие предприниматели терпят большие убытки И мнения в этой ситуации разделились Кто-то сокращает расходы на маркетинг, а кто-то наоборот сохраняет и даже увеличивает Юлия, скажите, как вы считаете, какой путь разумнее в текущей ситуации и почему? Я думаю, что нам с вами одновременно и не повезло, и повезло Потому что, конечно, сейчас время очень непростое Пандемия Никто не думал, что нашему поколению доведется такое пережить И при этом абсолютно уникальная ситуация в информационном поле Что касается вашего вопроса, мне кажется, здесь нужно разделить две вещи Маркетинг и пиар Потому что, что касается меня, для меня всегда пиар – это то, чего можно добиться без денег Маркетинг все-таки требует определенных вливаний Маркетинг ближе к рекламе А пиар – это именно отношения с общественностью То есть нельзя говорить, что мы отказываемся от пиара, потому что у нас нет денег Если компании, неважно, мало ли это, средний или крупный бизнес У них были выстроены отношения со своими потребителями, с внутренней аудиторией, со своими сотрудниками Они не могут прекратить в кризис это делать Потому что в любом случае идет коммуникация Сотрудникам рассказывают, что происходит, почему происходит Они должны комфортно себя чувствовать, например, в удаленном доступе То же самое касается потребителей Мы всего на изоляции находимся примерно в такой ситуации два месяца И жизнь на этом не останавливается Любая компания в любом случае будет продолжать развиваться, восстанавливаться И потребители должны понимать, что они ждут от этой компании Поэтому связь с общественностью – это история постоянная И нельзя прекращать ей заниматься Потому что в любом случае, находимся мы в офисе, находимся мы на удаленном доступе Можно продолжать общаться со своими потребителями или сотрудниками С помощью соцсетей, например У нас сейчас много инструментов, которые нам позволяют это делать Хорошо То есть вы, получается, принципиально разграничиваете понятия рекламы и пиар А в чем ключевая разница? Ключевая разница в том, что реклама – это мы просто рассказываем о своем товаре Во-первых, давайте поймем, что все компании разные У кого-то целевая аудитория – те, кто покупает их продукт Например, что касается компании «Нанолек» Мы не аптечная фарма Поэтому как таковая реклама нам не нужна Мы не работаем с конечным потребителем У нас сложные лекарственные средства Направлены на лечение орфанных заболеваний Направлены на борьбу с онкологическими заболеваниями Вакцинация И, соответственно, мы работаем по крупным контрактам Работаем с дистрибьюторами, работаем с государством И поэтому у нас конечный потребитель немножко другой Нам не нужно рекламировать свои лекарства на радио Либо по телевизору Но при этом мы должны понимать, как мы строим отношения С нашими заинтересованными группами С нашими целевыми аудиториями И это, соответственно, и органы государственной власти И наши партнеры, которые находятся и в России, и за рубежом И, соответственно, мы не забываем про внутреннюю коммуникацию Мы не забываем про наших сотрудников, которые находятся и в Кирове На нашем производственном комплексе и в Москве А скажите, вот как выстраиваются тогда внешние коммуникации? Давайте, наверное, с них начнем То есть это и контрагенты, и потребители Какие-то политические структуры, которые так или иначе влияют на бизнес На развитие компании Возможно, даже потенциальные сотрудники компании Имеет ли смысл объединять эти направления Связи с общественностью для оптимизации Возможно, даже бюджета, почему нет? Либо вы руководствуетесь с логикой Разделяя властвую даже сейчас, в период кризиса Смотрите, значит, для меня в любом случае Все целевые аудитории каким-то образом пересекаются Потому что органы государственной власти Там также работают люди И кто-то из их знакомых Может потом стать нашими либо партнерами Либо почему даже нет И дети могут стать сотрудниками компании, например Поэтому в любом случае мы воздействуем через одни и те же Каналы коммуникации Прежде всего, мне кажется, что у любой компании Должна быть единая информационная политика Это такой некий документ В котором прописано Что мы хотим сказать Как мы работаем с нашими целыми аудиториями И что мы, прежде всего, что мы комментируем Что мы не комментируем Каждая компания решает это для себя Например, у нас есть такой документ И мы прописали, что мы, например, не комментируем Действия других компаний на рынке Мы не комментируем политическую ситуацию какую-то Мы работаем именно в зоне нашей ответственности Мы работаем в фармацевтическом бизнесе Кстати, я часто слышу Довольно часто слышу такое Особенно от представителей федеральных компаний В нашем городе, в Кирове Что они не комментируют никак политическую повестку По крайней мере, официальные лица компании В официальном пространстве И в соцсетях, кстати, тоже Ну, мне кажется, что это абсолютно правильно Про соцсети, я думаю, что это вообще отдельное поле Мы с вами об этом еще поговорим Просто наличие единой информационной политики И наличие карты спикеров Помогает компании ориентироваться Достаточно быстро в информационном поле Потому что, как я все время говорю Пиар должен быть постоянно готов к любым кризисам И также там все кризисы можно поделить Например, на предсказуемые, на непредсказуемые И вот такой кризис, в котором мы сейчас с вами находимся Наверное, предсказать абсолютно никто не мог И это тоже такой новый опыт И новая наша с вами информационная реальность Для нас, всех пиарщиков, она тоже новая Потому что информационное поле абсолютно перекошено Всех интересует только коронавирус Как с ним бороться, да, что будет дальше Пандемия Мы видим, что на всех онлайн-конференциях Примерно обсуждается одно и то же Впечатление, что просто больше ничего не происходит Ни в какой сфере жизни Но это, наверное, не так И даже когда мы рассказываем о каких-то наших Позитивных информационных поводах О выводе новой вакцины или нового лекарства Нас начинают сразу спрашивать А поможет ли это все бороться с коронавирусом То есть впечатление, что мы вдруг резко победили все болезни И кроме коронавируса у нас ничего не происходит Да, наивно было бы, наверное, это полагать Хорошо, вот смотрите То есть знакомы с многими пиарщиками И знают то, что они занимаются исключительно Ну, чаще всего тушением, так скажем, пожаров Да и вы тоже часто в своих интервью говорите Что кризис это почти норма для пиар Вот как от этого уйти И заняться все-таки стратегическими задачами Или это наивно рассчитывает на то Что от кризисных ситуаций пиарщик может как-то отстраниться Вопрос просто в том, что считать кризисом И как на это реагируют СМИ Здесь же вопрос, просто пиар все время живет Может быть даже не в состоянии кризиса А в состоянии некого стресса Потому что ты не знаешь, какой запрос тебе может прийти завтра Да, или что у тебя может случиться, не дай бог, на производстве Либо в офисе Да, поэтому Также хорошо иметь некий антикризисный пиар-план То есть мы понимаем, например Что предсказуемые кризисы Это условно мы их называем кризисы То есть, например, слияние поглощения компаний То есть мы понимаем, что в некой перспективе, например У компании Она поглотит какую-нибудь другую компанию Мы понимаем, что это, естественно, сбудорожное информационное поле Мы заранее готовим тезисы Мы заранее готовим какие-то информационные сообщения Не дай бог сокращение персонала на каком-то большом предприятии Финансовые проблемы У меня большой опыт был работы в девелопменте Недовольные дольщики или жители Они всегда есть Он может начинаться с одного поста в соцсети Даже если ты абсолютно благополучный девелопер Но что-то кому-то не понравилось И, соответственно, вы понимаете, что в эпоху соцсети Это все расходится очень быстро Некие судебные иски Которые, опять же, компанию могут привлекать Только как третье лицо А СМИ может раздавать из этого историю Если вы об этом знаете заранее, что это может происходить Вы можете себе как-то, например, подстелить столомку И написать заранее какие-то тезисы Что мы называем непредсказуемыми историями Это, например, какая-то публикация в СМИ с желтым заголовком Это какие-то проблемы там с качеством Это, не дай бог, техногенные какие-то катастрофы Несчастные случаи Опять же, судебные иски, которые прилетают неожиданно О которых мы не знаем Либо... Ну, сейчас это в меньшей степени уже встречается Раньше это была достаточно такая история Распространенная Вбросы конкурентов, черный пиар И так далее Но в любом случае, если у вас есть информационная политика Вам легче все это пережить Потому что вы четко понимаете Что у вас одна точка входа для журналистов То есть все знают, что общаются с журналистами Либо пиар, либо первое лицо Либо первое лицо через пиар дает какие-то комментарии Это не значит, что журналисты кому-то дозвонились в компанию И с ними будут разговаривать любой сотрудник абсолютно Или кто-то будет комментарии давать Да, абсолютно Дальше комментировать нужно обязательно всегда по делу Даже если вы не знаете о том, о чем вас спрашивают журналисты Они могли узнать о каком-то происшествии раньше, чем вы Такое тоже бывает Нужно сказать, что да, мы сейчас вам дадим комментарии Мы разберемся Они говорят, что не отрицать, что это вообще происходит Поэтому самое ужасное Это, знаете, пиар ради пиара Давать какие-то пустые обещания Пустые слова Без каких-либо фактов Также очень плохо, когда вы вообще отстранитесь, не комментируете Потому что информационное поле не терпит пустоты Если не прокомментируете вы Прокомментирует кто-то за вас Эксперт ли Ваш конкурент ли Но кто-то может обязательно это точно прокомментировать Да, и не факт, что это пойдет на пользу Хорошо, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу Буквально через минуту вернемся 101 пиар 101 пиар 101 пиар в эфире Напомню, с вами в студии работает Дарья Тангел И мой гость Юлия Деева Мы говорим о пиаре Юлия, давайте перейдем к эффекту Все очень любят говорить об эффективности работы каждого сотрудника Расскажите, пожалуйста, какой эффект от пиар в краткосрочной и долгосрочной перспективе получает компания Есть ли возможность как-то это измерить? Вы знаете, это больной вопрос, наверное, для всех пиарщиков Потому что, опять же, если это компания, которая работает с конечным потребителем То, наверное, это все-таки синергетический эффект Потому что просчитать точно, как сработала ваша статья Либо ваш пост в Фейсбуке Что сработала лучше эта статья Либо рекламный ролик Это все дает синергетический эффект То есть человек где-то прочитал Он что-то запомнил Потом посмотрел по телевизору и так далее Что касается пиара в чистом виде То, наверное, это все-таки работа Постоянная работа на такую длительную перспективу Безусловно, измерять его можно Но замеры нужно делать Ну, мы сделаем, например, раз в месяц Мы смотрим Следующие параметры Мы смотрим количество публикаций Но, как таковая эта цифра нам ничего не дает Потому что, ну, просто количество публикаций Они могут быть и на какой-то негативной теме Мы смотрим количество публикаций Сразу в привязке к тональности Которая может быть негативная, позитивная, либо нейтральная Основная задача, чтобы большинство публикаций Были в нейтральном поле Потому что считают, что это автомат И чтобы она что-то отнесла к позитиву Это должны быть какие-то там очень яркие события Обычно все это, большинство, конечно, публикаций Идет в нейтральное поле Дальше наша роль в этой публикации То есть, например, главная роль Либо второстепенная То есть, главное, это значит Мы что-то инициировали Мы о чем-то рассказываем Второстепенная, это значит Просто компании упомянули В связи с чем-то А может быть, даже просто в перечислении Каких-то там компаний Которые там, например, у нас Был информационный повод Что Наналек вошел В перечень системы образующих предприятий Минфрумторга И, соответственно, мы просто там Шли в списки этих компаний Но таких публикаций было много Что нам давало определенное количество Публикаций Да, также мы смотрим, например Индекс прямой речи То есть, это значит Что взяли наши цитаты И вот в последний месяц У нас был индекс прямой речи 54 из 100 возможных Что очень хороший показатель Также мы делаем замеры в соцсетях Мы замеряем охват Мы смотрим количество подписчиков Но опять, количество Не значит всегда качество Согласна с вами Согласна 9 тысяч подписчиков При этом, которые там И не лайкают И не смотрят ваши посты Поэтому охват, наверное В данном случае Показывает больше Вот я пришла в компанию в марте Мы сделали замер Между мартом и апрелем Охват в Фейсбуке Увеличился более чем в полтора раза А в Инстаграме в четыре Хороший показатель, скажу я вам Хороший показатель, да Но, наверное, это связано еще с тем Что мы увеличили количество публикаций Потому что у нас, несмотря на непростое время Достаточно большое количество Собственных интересных информационных поводов И плюс мы сделали Ну, такой единый фирменный стиль Поэтому, если будет желание Можно просто посмотреть на наш Фейсбук На наш Инстаграм И посмотреть, что было раньше Что стало сейчас Да, как мы оформляем все посты Просто взять это на заметку Потому что это не сложно сделать Такой единый стиль Это можно сделать даже Используя там минимальные какие-то ресурсы Но это дает хороший эффект Потому что сразу у соцсетей появляется свое лицо Да, согласна с вами Хорошо, Юлия, давайте поговорим Про внутренние коммуникации Для многих предпринимателей Внутренние, прошу прощения, коммуникации Ограничиваются корпоративными мероприятиями То есть это в ресторанах Там на базах отдыха Собирают компанию сотрудников И считают, что на этом, в принципе, все и заканчивается Расскажите, что еще входит в это понятие? Смотрите, внутренние коммуникации Наверное, ими в компании В компании в любой занимаются Несколько подразделений Иногда внутренние компании Внутренние компании Внутренние коммуникации Не занимаются пиар Иногда HR Иногда это выделенное подразделение Но, в принципе, внутренние коммуникации Рабочие коммуникации Это понятие очень широкое Если у компании есть Какой-то внутренний интернет-портал настроенный на сотрудников. Это, безусловно, внутренние коммуникации. Но самое главное, что внутренние коммуникации можно разделить на определенные блоки. Сначала мы, сотрудники, должны о чем-то проинформировать, о каких-то там событиях, которые происходят вовне или внутри компании. Потом мы должны провести какую-то разъяснительную работу, это уже больше относится к рабочим коммуникациям. Мы же постоянно проводим какие-то плановые совещания, встречи и так далее. Руководство по-хорошему должно, конечно, общаться с сотрудниками. И вот, например, в такое непростое время мы дважды выпускали обращение руководства к сотрудникам, объясняя, разъясняя, что вообще происходит, как компания себя чувствует в такое непростое время, что мы там будем уходить на удаленный доступ, что производство не будет останавливаться, потому что мы фарма, и, соответственно, мы не можем просто прекратить производство. И там, что будет дальше, да? Да, прошу прощения, вот я вас немножечко перебью. А какой канал коммуникации конкретно вот для таких связей с сотрудниками вы используете внутри компании? Ну, самый быстрый, самый простой способ, потому что у нас 90% сотрудников, наверное, работают за компьютером, это, безусловно, email-рассылка. Мы ставим там приоритетную важность этого письма, делаем рассылку. Дальше у нас есть корпоративный журнал. Мы там также делали обращение руководства, просто он выходит на сразу в квартал, и как раз вот очередной номер мы выпускали в начале апреля. Плюс на производственном комплексе мы используем, знаете, он старый, но он действенный способ, просто банально информационные плакаты, которые люди видят, потому что они каждый день ходят на работу мимо этой информационной доски, они каждый день ходят в столовую, и варианта у них не увидеть это просто нет. Поэтому, как бы мы ни хотели, ни говорили, что вот такие вот плакаты, это уже устаревшая история, мне кажется, те, у кого есть производственные мощности, безусловно, это используют. Кто-то работает еще с корпоративными менеджерами, например, можно делать какую-то рассылку даже по WhatsApp, или по Telegram, кому как больше нравится, по Viber. То есть сейчас огромное разнообразие вот этих вот коммуникационных у нас каналов, и безусловно, мы не забываем и о корпоративных мероприятиях, и здесь важно очень, как настроена сама компания, какая корпортура, например, у нас очень много корпоративных мероприятий, которые одновременно являются еще и спортивными мероприятиями. То есть у нас участвуют люди наши в забегах, вот у вас есть забег, прекрасно, ночная вятка, наши сотрудники там неоднократно принимали участие, плюс у нас корпоративный вид спорта – это кроссфит, и также сотрудники с удовольствием этим занимаются. У нас было, ну правда, это было до того, как я пришла, но я смотрела ролики, была очень интересная история, отмечали масленицу, пекли блины, а потом вечером, как они сказали, тренеры нам показали другие блины, потому что мы же знаем, что вот эти вот спортивные снаряды тоже называются блинами, поэтому была такая спортивная масленица, мне кажется, отличная идея. На 9 мая, например, мы сделали ролик, дети сотрудников компании читали у нас стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Вот, а сейчас раскрою маленький секрет, к 1 июню мы готовим ролик, 1 июня же День защиты детей, а мы решили, что у нас на налег это будет День защиты детей от вакцины управляемых инфекций. И наше руководство читало стихи, посвященные вакцинам. Это мило. Поэтому мы выложим тоже этот ролик, да, в соцсетях, мне кажется, что это вот такое хорошее вовлечение руководства и мотивация для других сотрудников. Да, это очень здорово, это так всегда умиляет, мне очень нравятся такие подходы. Хорошо, Юлия, вот много кому известный Гальман утверждает, что в компании должен продавать каждый. Вот пиарить компанию должен ли каждый сотрудник? Мне кажется, что пиарить компанию точно не должен каждый сотрудник, но хорошо, когда сотрудник лоялен к компании, когда он, безусловно, у нас у всех есть там разделение рабочего и личного пространства, но тем не менее, когда сотрудник лоялен, да, он участвует и в корпоративных акциях, он более активен на работе. Если у нас появляется какая-то вакансия, он с удовольствием там приведет своих друзей работать, если ему нравится работать в компании. Поэтому мне кажется, что для сотрудника нужно просто создать комфортные и интересные условия для работы, для развития, и тогда у него появляется лояльность, и, соответственно, вот это главный пиар для компании. Потому что я боюсь немножко фразы, что каждый должен пиарить компанию, что и где он может о ней рассказывать. Вот здесь вопрос. И вопрос как? Просто донесение, да. Здесь мы с вами уже можем как раз перейти плавно очень к вопросу по соцсетям, потому что это вот как раз такое поле, которое контролировать сотрудниками достаточно сложно. Да, особенно если в компании работает очень много людей, сколько у вас людей работает в компании? У нас в компании работает более 700. На самом деле это не очень много, да, есть гораздо более крупные компании, но тем не менее это и немало. Да, и проверить у 700 человек соцсети, это немножко, наверное, проблематично. Контролировать, по крайней мере. Ну, во-первых, это уже мы переходим в зону защиты персональных данных. Да, да, да. Да, и такого личного пространства. Но тем не менее, я знаю просто много прецедентов в крупных компаниях, когда люди просто подписывают некое соглашение, что если у них есть соцсети, если у них написано, где они работают, да, то они там не имеют права какие-то вещи там комментировать. И они либо это подписывают, либо это не подписывают, да. Вот, поэтому если у человека не написано, где он работает, наверное, он может себя более вольготно чувствовать в любом случае там в своих соцсетях, постить, что ему нравится. Но как только у тебя появляется запись, где ты работаешь, мне кажется, уже здесь мы переходим на такую, особенно на каких-то ответственных должностях. Да, я не говорю, что нужно делать там перепосты обязательно на свою страницу или чего-то. Мы к этому ни в коем случае не призываем. Мы тоже хотим, чтобы просто сотрудникам было интересно. Поэтому, например, вот сеть ВКонтакте и сеть Инстаграм, она, наверное, более ориентирована на сотрудников, наверное, процентов там на 70 плюс внешние какие-то наши подписчики. А Фейсбук у нас наоборот. То есть мы смотрим даже по нашим подписчикам, это, наверное, на процент на 70-80 внешняя аудитория, только 20-30 сотрудников. Вот смотрите, то есть когда принимают, вот я знаю, по крайней мере, наверняка от 100%, что когда ICHR-служба принимает на работу сотрудников, особенно если это идет речь о кадрах выше среднего, да, по иерархии, то они в обязательном порядке проверяют соцсети, чтобы сложить впечатление о человеке, который претендует на какую-то вакансию в компании. Как вы считаете, вот далее, то есть человека принимают на работу, то есть с какой примерно вакансии начинается вот такой более серьезный контроль за социальной сетью сотрудника, чтобы он, не дай бог, что-то лишнее не написал? Ну, контролировать очень сложно соцсети в любом случае, особенно когда сотрудников много. Я говорю, что у многих есть вот такая вот просто некая политика работы с соцсетями, и сотрудники при приеме на работу ее подписывают. У нас такого нет, но у нас и таких прецедентов не было, поэтому здесь, наверное, больше контролируют компании, которые с ним в государственном участии. Вот я знаю, что были такие проблемы там у сотрудников на ВГТРК, были прецеденты до увольнения, но это немножко уже другое, наверное, поле. И вот тут возникает вопрос, не является ли это нарушением личной границы человека, то есть когда, в какой момент личная страница в социальных сетях перестает быть, вернее, становится ответственностью в том числе и компанией, собственностью и ответственностью. Мне кажется, вот как я уже говорила, что именно в тот момент, когда человек пишет, где он работает, потому что я знаю много людей, которые занимают очень высокие должности, у которых вообще место работы не написано. У некоторых моих знакомых, которые также являются пиарщиками, у них написано, что не написано место работы, при этом написано это страница, зона моего личного пространства, которая не имеет к моей работе никакого отношения. Может быть, это тоже попытка оградить себя от каких-то там предложений рекламного характера, потому что мне, например, в мессенджер очень часто пишут там сотрудники каких-то агентств, предлагая свои услуги, да, и так далее. Иногда из этого даже получается в будущем сотрудничестве я всем отвечаю обычно, что да, пожалуйста, пришлите в свое портфолио, когда у нас будет какой-то тендер, мы вас с удовольствием пригласим. Таким образом, также ты расширяешь какую-то зону своих знакомств, и это тебе помогает потом в работе. Это такая же внешняя коммуникация, скажем так, да? Абсолютно. У меня всегда написано, да, где и кем я работаю, вот, поэтому я абсолютно в этом плане открыт для общения. Хорошо. Юлия, скажите, пожалуйста, вот, а кто может публично высказываться от лица компании, как происходит процесс подготовки спикера от компании, нужно ли это делать вообще? У нас есть карта спикеров. Мы разделили просто, кто и что может комментировать, потому что есть какие-то там финансовые вопросы, да, их может комментировать либо генеральный директор, либо президент, либо директор по финансам, там, замгенеральный директор у нас по финансам. Есть юридическая служба, которая у нас может комментировать какие-то наши новые соглашения и так далее. Есть GR, есть наша прекрасная служба, которая занимается разработками, измедрением там новых технологий и новых лекарств и так далее. Поэтому вот сейчас мы недавно готовили как раз тоже комментарий о том, что мы занимаемся в том числе разработкой вакцин от коронавируса, и вот как раз один из наших сотрудников это комментировал. То есть запрос поступил на пресс-службу. Дальше мы, во-первых, мы, естественно, не погружены во все темы, и когда мы готовим какой-то комментарий, мы пользуемся помощью и поддержкой наших коллег. Вот, потом это, если необходимо, это согласовываем даже через юридическую службу или там на уровне генерального директора. Ну, это достаточно все быстрый процесс, да, и, соответственно, даем какой-то комментарий в СМИ. Если мы понимаем, что кто-то из наших руководителей дал согласие выступать на какой-то конференции, есть определенные вопросы. Во-первых, мы обсуждаем сразу с организаторами, чтобы всем было комфортно, и модератор себя нормально в конференции чувствовал, какие вопросы мы готовы отвечать. Не в плане того, что нам хочется или не хочется, а просто наша зона ответственности или нет. Потому что сейчас много конференций, посвященных фармацевтике, и при этом, например, много вопросов, посвященных аптечной фарме. А это немножко не наша история, поэтому мы там в таких конференциях комментируем вопросы законодательные или вопросы вообще, как себя чувствует отрасль в такое непростое время. И, соответственно, если необходимо, мы для спикера готовим некие тезисы вместе с ним, чтобы у него просто была такая вот почва под ногами. Но при этом, в любом случае, наше руководство погружено даже, естественно, во все вопросы и во все темы больше, чем мы, как пиарщики. Если говорить о подготовке по ораторскому искусству, есть ли у вас такая подготовка? Вы знаете, мы это запланировали. Есть очень интересные медиатренеры. И я думаю, что сейчас даже есть возможность заниматься онлайн. И многие компании, где работают мои знакомые, кто уже начинал работать в оффлайне с тренерами по ораторскому искусству, по подготовке спикеров, они продолжают сейчас в режиме онлайн. У нас такого не было, но я надеюсь, что мы к этому вернемся, может быть, осенью, когда как раз уже немножко ситуация успокоится, и можно будет коммуницировать и устраивать какие-то более массовые такие истории. Мы бы с удовольствием, конечно, проводили такие тренинги, потому что это важно. Здорово. Хорошо, сейчас сделаем еще один небольшой перерыв на рекламу. Вернемся через пару минут. 101 PR в эфире. С вами Дарья Тангел и наш спикер Юлия Деева. Мы говорим о пиаре. Юлия, давайте уже, наверное, будем потихонечку подходить к концу. Программа у нас осталась буквально 8 минут. Какие типичные ошибки в связях с общественностью вы замечаете в последнее время? Вы знаете, я уже в начале нашей программы говорила, что у нас сейчас новая информационная реальность, да, и вот что мне не нравится, ну, может быть, потому что я немножко из другого поколения пиарщиков, мне не нравится, когда все пытаются либо как-то подняться на теме коронавируса, либо вообще на какую-нибудь горячую теме, да. Помните историю с котиками Аэрофлота? И на этой теме попытались отпиариться все. У кого-то это получилось хорошо, у кого-то это получилось настолько притянуто, что даже странно, потому что есть вот внутрисетевые всякие наши пиар-сообщества, где мы с удовольствием обсуждаем такие кейсы. Ну, внутри, да, потому что стараются никогда не называть компанию публично, там не говорят, что эти сделали хорошо, эти сделали плохо. То есть, когда появляется какая-то сиюминутная тема, и ты пытаешься вдруг на ней, ну, как-то заработать себе какие-то очки, цитируемость и так далее. Мне кажется, что для крупных компаний, наверное, это неправильный путь. Может быть, для каких-то вот таких сиюминутных историй или для компаний, которые направлены... Для малого бизнеса, да, или для тех, которые направлены более на молодежную аудиторию, может быть, да. Здесь просто зависит все от уровня компании и именно от целевой аудитории, насколько просто она серьезная, насколько она все это хорошо воспринимает. Если говорить о каких-то фатальных, наверное, даже ошибках, у меня есть, честно, особо эту тему не очень люблю, но у меня есть прекрасный пример с Региной Тодоренко, да, с ее большой такой глобальной ошибкой, которая стоила ей огромных контрактов, очень высомых для ее жизни, насколько я понимаю. Вот как вы относитесь к подобным ошибкам? Вы знаете, мне кажется, что никто, в принципе, ни от каких ошибок не застрахован, да, и вот самое главное, что потом уже не помнит никто, с чего все начинается, а начинают просто все обсуждать, а как надо было сделать, а что надо было сделать, да. Поэтому это такая очень сложная, наверное, и деликатная тема. И вопрос даже к брендам, стоило ли отказываться от каких-то контрактов, потому что понятно было, что все рано или поздно вернется обратно в свое русло, да. Вот. И мне кажется, что здесь еще большой вопрос не столько к пиарщикам, а столько даже к СМИ, которые иногда ради яркого заголовка совершенно забывают о том, что внутри статьи или какого-то сюжета. Я с этим сталкивалась неоднократно еще на предыдущем месте своей работы. Например, когда у нас какой-нибудь яркий заголовок, у нас один раз были проблемы с лифтом в нашем ростовском жилом комплексе, вот на предыдущем месте работы. Ничего не случилось. Там была проблема в том, что дом был новый, был перегруз, потому что никто не соблюдал во время ремонта там какие-то нормы по грузоперевозке, да. И лифт развил какую-то там более высокую скорость, при этом уловители между этажами его подхватили, все было нормально. Но у меня вышло 48 сюжетов с заголовком, что лифт сорвался с 13 этажа. Обалдеть. Слава богу, что внутри статьи был огромный наш комментарий, и даже вот система мониторинга СМИ все эти статьи отнесла в нейтральное поле. Но при этом вот все ростовские СМИ пытались друг другу перещеголять в яркости заголовка. Вы знаете, вот даже... Поэтому вопрос. Да, да. Фатальная ошибка пиарщиков или фатальная ошибка СМИ. Понятно, что у нас задачи разные. Иногда на яркий заголовок вы просто так же привлекаете своих клиентов. Там переходы на сайт, клики, реклама и так далее. Понятно, что у каждого задачи разные, но все-таки нужно так же не забывать просто о достоверности информации. Да. Еще тоже такой момент, как мне кажется, многие инфоповоды, они... их можно было просто проигнорировать. То есть просто не продолжать об этом говорить, просто не нужно было так много извиняться и так много об этом самому говорить, да, в публичном пространстве. И это пропало бы просто за один-два дня, как вы думаете? Ну вот, у меня есть, да, такая фраза, что если нет жертв, да, то новость фактически умирает через сутки. Да, 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 да. Потому что такое насыщенное информационное поле, если не подгратывать дрова в этот костер, то оно затихает, скажем так, само собой, да. Да. Ну, вопрос, что соцсети немножко это зона другой реальности и вопрос задач, да, потому что, может быть, кто-то хотел как раз бы получить эти контракты Тодоренко. Я не говорю, что там специально, ее подставить было специально невозможно, но развивать тему можно бесконечно. Конечно. Юлия, дайте рекомендации напоследок нашим слушателям, предпринимателям, маркетологам и пиарщикам, как сохранить лицо компании в кризисное время. Ну, мне кажется, что просто надо в любом случае, в любые даже самые непростые времена продолжать работать со своей аудиторией, пусть даже точечно, но понимать, что кризис пройдет, а компания и ее репутация – это навсегда. Спасибо большое. У нас в эфире была Юлия Деева. Своим огромным опытом она немножечко с нами поделилась. Мне было очень приятно, надеюсь, нашим слушателям тоже. Спасибо, Юрия. Дарья, спасибо за интересную беседу. Всего доброго вам и до свидания. До свидания. Сто один пиар.